Друзья, всем привет, с вами Яков, и сегодня мы с вами обсудим Diablo 4, второй сезон в данной игре, ну и я с вами поделюсь впечатлениями, мнением, в каком русле вообще игра развивается, на пользу ей это или нет, так как действительно сказать есть что. Но название у ролика громкое, но при этом я не только буду хвалить игру, я буду чередовать, говорить плюсы, говорить минусы, ну а вы в комментариях пишите, где вы согласны, где вы не согласны, может быть у вас какая-то иная точка зрения. Ну что ж, давайте приступим, как в принципе написано в названии, что по мне это лучшее, то есть второй сезон это лучшее, что могло быть вообще с Diablo 4 с момента релиза, то есть если сравнивать с первый сезон и второй сезон, то рядом они только стоят по нумерации. Второй сезон во многом интереснее первого, как минимум благодаря тематике, то есть тематика позволяет в любой момент времени комбинировать наши вампирские силы. Захотели одну проверили, захотели вторую проверили, качаются они абсолютно все быстро, там по-моему на 60 уровне героя мы уже раскрываем абсолютно все вампирские силы. Раскрываем, а самое главное прокачиваем до максимального третьего уровня, при этом безусловно если фармить кровавую жатву, то у нас хватает и контрактов и очищалок, чтобы убрать одни, добавить вторые, убрать вторые. Добавить третье и так далее. То есть в плане тематики бери и экспериментируй. Это очень радует, что у игрока есть выбор. И напоминаю, что все это фармится в кровавой жатве. Это мы плавненько переходим от плюса к минусу. Кровавая жатва находится в открытом мире. И допустим с утра фармить нормально, днем более-менее. Но допустим к вечеру, а еще это было очень классно заметно прям таки на старте сезона. Пинг порой действительно убивает. Особенно я не завидую тем, кто играет на хардкоре. 100, 150, нормально. Но там же 300, 400, 700, 1500, 1500, 2500. У меня было 300. Да как так, там просто играть невозможно. Ты до NPC добежать не можешь. Ты до какой-то точки на локации добежать не можешь. Ну действительно, это не годится. Вообще не годится. Сразу вопрос, что делать? Да, конечно можно приступать к фарму данжей. Так как это не открытый мир, там вас этот пинг не достанет. Но наша же задача фармить ресурсы. Не знаю как вы, но лично я с таким огромным пингом борюсь с помощью гирап бустера. Который как раз таки и стабилизирует работу сети. Подключая вас к любому серверу. Или же Америке, или Европе. Без каких-либо задержек. В любой момент времени вы можете переключать сервера. Ну или же регионы. При этом сетевое соединение остается стабильным. И пинг никогда не скачет. А самое главное простота в пользовании. Так как имеется очень-очень дружелюбный интерфейс. То есть обнаружили проблему с пингом. Запускаете гирап бустер. Он автоматически подхватит все ваши игры. Выбираете игру. Выбираете регион. Ну и активируете буст игры. После чего игра запускается. И вы наслаждаетесь игровым процессом. Ну и если вы хотите ощутить преимущество игры. На более низком и стабильном пинге. Со снижением более чем на 100, как у меня. То тогда попробуйте гирап бустер. Ну а все необходимые ссылки. Вы найдете в описании. Далее давайте поговорим о эндгейм контенте. Эндгейм контентом конкретно данного сезона. Является новый босс. Лорд Зир. Босс интересный. Имеется своя механика. Где-то он даже может показаться сложным. Пока во всяком случае ты не собрал своего героя. Далее он сносится просто на ура. Так а в чем тогда прикол можно спросить. А прикол в том, что эти боссы создавались для того. Чтобы дать возможность игрокам фармить уникальные предметы. Потому что если босса было бы фармить сложно, уникальные предметы тоже были бы практически недостижимы для многих. Или для некоторых игроков. Но кроме этого Лорда Зира появились и другие боссы. Варшан из первого сезона. Григуар. И что один, что второй. То есть Варшан и Григуар. Они являются составной частью нового убербосса Дюриэля. Кстати да, наконец-то владыка преисподней появился в игре на постоянке. То есть сам Дюриэль. А не только как сюжетный босс в игре. Не замечайте сходство с Диабл Ва. То есть там, чтобы попасть допустим в Пандемониум, то есть в Убер Тристрам. Надо было убить Убер Дюриэля, Лилит, а также Убер Изуала. Потом получаем органы и открываем порталы, где сражаемся с Диаблом, Мефисто и Баалом. Вот здесь абсолютно такая же механика. Убиваем боссов, получаем ресурс. И за счет этого ресурса уже сражаемся с финальным убербоссом. Но также еще один босс, пятый босс. Это Морозный Зверь. И кстати, он запускается как еще одно кошмарное подземелье. То есть через соответствующий ключ. Не знаю, лично мне это нравится. Я этим контентом доволен. Что можно и новых боссов пощупать, но также попытаться получить все новые и новые уникальные приметы. Или старые, но которых у тебя до сих пор не было. Да или еще давайте вспомним один минус. Не знаю как у вас, но лично у меня, да в принципе многие игроки тоже, на это жаловались или же на стримах, или же в комментариях под видео. Что непонятно по каким причинам, допустим если ты пытаешься открыть какой-то инвентарь, карту, батл пасс. Игра начинает подвисать на 10 секунд, на 15, а то и на полминуты. Согласитесь, неприятно, допустим ты сражаешься, а пятки допустим на хардкоре, и случайно мискликнул. И вместо одной кнопки нажал другую и открылось меню. Но меню не открылось, а приехали тормоза. Что да, это будет явная смерть. Согласитесь, ну неприятно. Тоже такой негативный момент, как по мне. Далее, что касается сезонного похода и батл пасса. Батл пасс, дорогие друзья, вообще элементарный. Я даже не заметил, как я его выформил полностью. Ну в том смысле быстро, очень быстро. И полностью весь батл пасс закрывается на 82 уровне героя. Почему 82? Потому что именно на 82 уровне ты сможешь получить последнюю залу. Даже если ты качался быстрее, даже если дачки получал быстрее, все равно залу ты заберешь только на 82 уровне. Теперь, что касается прокачки. Разработчики говорили, что прокачиваться герои будут на 40% быстрее. Ну скорее всего быстрее, нежели в первом сезоне. Что я могу сказать? Однозначно быстрее. Но мне кажется, это не на 40%, а много больше. Почему? Потому что я прокачался до 100 уровня, наверное, практически так же, как и в нулевом сезоне. Ну, скажем так, на момент релиза. Ну и что касается моих данных, то вы их сейчас видите перед своими глазами. То есть до 100 уровня я прокачался за один день и 23 часа там плюс-минус с половиной. Да, это не самое быстрое время. Там, по-моему, был рекорд. На софте, по-моему, 19 часов и 20 минут, а на хардкоре за 19 часов и 34 минуты. Ну, у меня чуть дольше. Но это не страшно. Ну, кстати, какого уровня ваш главный герой? Напишите в комментариях, будет интересно. Далее не может не радовать именно сам процесс защиты героя. Наконец-таки разработчики подумали и о резистах, и полноценно работающей броне. Ну, броня в плане как защитная характеристика. Это не может не радовать. Потому что у тебя вроде как резист к яду есть, ты стоишь в луже с ядом, и при этом ты дохнешь. А сейчас нет, резист поднял, тогда яд, ну, практически не страшен. Тоже приятно, тогда можно акцент делать немножко на ином. Что касается этой прокачки, батл пасса, сразу здесь вырисовывается еще один минус. Когда мы выполняем главы сезонного похода, то на предпоследней главе мы можем получать лошадь. Во всяком случае, такая награда висит в заданиях. Но, главу закрыли, награды забираем, а лошади в стойлах нет. Кто угнал лошадь? Ответа у меня на этот вопрос нет. Ублизов, наверное, пока тоже. Ну и пишите в комментариях, нашли ли вы свою лошадку. Или я один такой. Хотя не один, я знаю. Что же касается самих глав сезонного похода, то они тоже не сложные. Если ты играешь, то фармится все, в принципе, плюс-минус элементарно. И если так посидеть плотно, то, в принципе, весь сезонный поход можно закрыть за неделю. Это плотно, но без фанатизма. То есть не играючи 24 на 7. Ну а если начали на расслабонье, то, наверное, за 2 недели. И вот тут вопрос. Мне интересна именно ваша точка зрения. 2 недели на сезонный поход, от нуля до полностью закрытого. Что сезонного похода в плане задач, что по батлбассу. Много это или мало для игры? Потому что все вы разные, мнения тоже разные. Для кого-то сезонный поход должен закрываться чуть ли не за пару дней. Как к примеру в Диабл 3. Для кого-то сезонный поход должен быть действительно вызовом, челленджем. И не закрываться за 1 день, за 3 дня, за неделю или же за 2. Месяц, полтора, а то и 3. Здесь мнение действительно интересно. Далее, что касается вообще игрового процесса в целом. В плане разнообразия. Действительно, дорогие друзья, я считаю так, что разработчикам пока что получилось разнообразить игру. Они наконец-таки вытянули игроков из кошмарных подземелий. И у игры уже появляется хоть какая-то плюс-минус обвязка. То есть мы видим, что разработчики идут в сторону убер-сражений. То есть, допустим, в кошмарных подземелиях мы качаем глифы. В них же мы ищем ресурс для фарма убер-босса. А скин Асиск является теперь полезным. Теперь мы там ищем не только ресурсы для переролла предметов. А также ищем ресурсы для фарма убер-боссов. Шепча-дерево теперь тоже является полезным. Потому что с помощью него мы можем опять-таки неплохо себя прокачивать. И искать ресурсы для убер-боссов. То есть теперь весь контент имеет какое-то значение. А не является бесполезным. Как по мне, это хорошо. Чтобы игроки не сидели вот в одном и том же. Ну и то, что я упомянул минуту назад. Переролл предметов. Спасибо. Теперь действительно ролить приметы становится нормально, удобно. Можно и 5, и 6, и 10, и 15 попыток. А самое главное, что это не так дорого по голде. Единственное, что требуется, да, это души. Которые фармятся при аском натиске. Только от меня хотел бы заметить, что неплохо бы, чтобы эти души можно было фармить и иным путем. Ну, к примеру, просто убивая элитных противников. Да, немного, но все же. Но и ввиду того, что уменьшили стоимость ролла. Отбалансировали игровой процесс. То есть наш урон, защиту и урон противников. То есть даже плюс-минус в таком, как о шмоте, более-менее можно противостоять контенту. Не кивай на то, что у тебя того не хватает, того не хватает, приметов нет. Торговля не работает, купить невозможно. Да, сейчас даже покупать не требуется. Во всяком случае, эти приметы. Собрать себе все, что угодно, можно. Кстати, ремарночка такая по поводу торговли сейчас, наверное, самым популярным ресурсом является ресурс для спавна боссов. И если уже что-то действительно покупать, так это именно эти проходки. Чисто для себя. Хотя играющих в группе, допустим, естественно, в четвером, нафармить можно немало. Чтобы комфортно вечерок посидеть и потратить ресурс на призыв босса и получить, надеюсь, неплохую награду в виде уникальных приметов. В общем, мне игра на текущем этапе понравилась. Играть комфортно, как качаться, как фармить сезонный поход и батл пасс, но самое главное, интересно сражаться с новыми боссами. Рекомендую. И если вы думаете вернуться в игру или нет, я считаю, что стоит. Но ваше мнение, кто уже играл, пишите в комментариях. Кто еще не играл, но думает, пишите тоже, убедил я вас в чем-то или же нет. Как всегда, будет интересно почитать. Ну а я здесь с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, не болейте. Ну и желаю удачи в сезонном походе. Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока. Субтитры сделал DimaTorzok